История службы в ведомственных и общественных наградах. Одна из них – за введение новых методов паспортизации. На рубеже тысячелетий шла замена паспортов СССР на российские. В это время Андрей Дубошин возглавлял отдел Федеральной миграционной службы в Анапе. За 4 года более 100 тысяч человек. Даже без учета выходных получается по 70 документов в день. Он родился в Мурманске, мечтал стать летчиком, поступил еще в Советское училище в Киеве. После распада СССР вернулся служить срочную, уже на российский Северный флот. Окончив службу, переехал жить в Анапу. После летной и морской решил примерить милицейскую форму. В 1993 году вышел в свой первый патруль. Разгул преступности был и всевозможные ситуации неординарные были. Через два года перешел работать в миграционную службу, где дослужился до полковника. В наградах «История России». Есть за перепись населения еще одну за доблесть службы он получил после командировки в Южную Осетию. В 2008 году в Анапе приняли 300 беженцев. Когда боевые действия закончились, их нужно было сопроводить домой. Медаль министра обороны за паспортизацию жителей Крыма. За несколько месяцев 300 сотрудников, работая практически без отдыха, оформили 15 тысяч паспортов, в том числе руководству республики. Начиная с заместителей Аксенова, сам Аксенов получал паспорт в ФМС России, а все его заместители, все руководители силовых структур, прокурорские работники, офицеры Министерства обороны, офицеры Министерства внутренних дел и так далее, все, которые подлежали первоочередному документированию, все документировались в городе Куртанапа и у них в паспортах стоит моя подпись. После ухода на пенсию Андрей Дубошин стал депутатом на неосвобожденной основе, то есть зарплату в городском совете он не получает. Открыл этот образовательный центр для мигрантов. Здесь проводят занятия, затем принимают экзамены по русскому языку, истории и другим предметам, необходимым для получения гражданства. За процедурой следят через интернет преподаватели Российского университета дружбы народов. Так как я являюсь депутатом на непостоянной основе, то встал вопрос, чем заниматься дальше в жизни. И я принял решение заниматься тем, что я умею, что я знаю и где я могу быть полезен. Главное, чему здесь учат, жить и действовать легально. Иначе мигрант может легко оказаться вовлеченным в преступления, либо стать потерпевшим. На эту тему Андрей Дубошин защитил диссертацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубошин.